Привет всем, друзья! Хотел поделиться интересной мыслью, практической, о инчуренсах. Если вы слышали, есть такие инчуренсы, называется flood insurance, flood. А есть hurricane insurance. Hurricane insurance берется, когда вы покупаете дом и оформляете документы, вам не смогут дать mortgage на этот дом, пока у вас нет hurricane insurance. Я всегда считал, когда мы жили в Флориде, что flood insurance и hurricane insurance – это одно и то же. Оказывается, нет. Инчуренсные агенты не говорят об этом. У нас был insurance, Allstate insurance, и очень хороший, добрый парень, славянин, который из нашего народа, рассказал нам такую тайну, секрет. Он говорит, когда вы берете insurance на дом, вы берете insurance на дом, на structure, на само строительство. И потом вы еще берете hurricane insurance для жителей Флориды, кто только покупает дом или приехал с другого штата, хочет купить дом или уже имеет дом. hurricane insurance покрывает damage construction во время hurricane. Когда идет шторм, издулась вашу крышу, разбило все внутри, этот insurance покрывает. А мы задали вопрос, а вот как насчет, если hurricane прошел, нас не зацепило наш дом, но к нам пришла вода. Кто покрывает это? И он, смотрите, что он нам ответил. Он говорит, есть другой insurance. Он, government subsidized insurance, regulated by the government. И он покрывает только флот. Если где-то произошел hurricane, к вам пришел ветер, но ваш дом целый, все вокруг целое, но потом через время пришла вода и затопило ваш дом, и у вас пропала мебель, пропали вещи, дорогие, личные, персональные, любимые, вы не можете пользоваться insurance hurricane-овским. А вам надо flood insurance. И вы знаете, это настолько абсурд, что я вспомнил один случай, это или анекдот, я не знаю. Короче, один человек в Флориде взял insurance, говорит, вот я переехал, какой мне надо insurance, вот этот insurance. Он все взял, и на машину, и на велосипеды, и на дом, и крышу, и все вещи абсолютно, все-все-все. Он говорит, еще что-то надо, но ты полностью покрыт. Если что-то случится, не переживай. И тут идет hurricane. Харкейн. Поднялся hurricane, разрушил деревья все, и одно дерево упало на его машину. Он вызывает insurance-ного агента, и говорит, приезжайте. Приезжает к нему adjuster, посмотрел, посчитал, позаписывал, и говорит, ты знаешь, вызывает его в insurance-ную компанию, и говорят, мы забыли тебе сказать, когда ты подписывался. Наш insurance покрывает абсолютно все деревья, кроме вот этого дерева, который завалился на твою машину. Вот так работают insurance-ные компании. Они стараются каким можно образом, чтобы не оплатить ваше разрушение, чтобы как-то обойти ваш дизастр. Пускай этот дизастр лежит на вас. И вот сегодня в этой короткой программе, я ночью думал о вас, все, в Флориде еду, ночью думаю, вспоминаю и думаю, и переживаю. И думаю, знают ли все флоридские, которые имеют свои дома или которые переезжают, что flood insurance и hurricane insurance – это две разные вещи, это два разных insurance. Flood insurance – он берется через government, а hurricane insurance – он берется через вашу insurance-ную компанию. Как он берется? После того, когда этот парень, наш славянин, нам все хорошо объяснил с Леной, мы взяли этот insurance. Наш дом где-то так стоил, мы взяли, не знаю, плюс-минус, мы взяли insurance и на 300 тысяч insurance и на 30 тысяч персональных вещей в доме, это включая мебель, одежда, альбомы персональные, абсолютно все, что там есть, на 30 тысяч. И нам это стоило 300 долларов в год. Как он нам объяснил, если приходит flood и вода разрушает ваш дом, то здесь вступает в силу вот этот insurance. И уже government, правительство американское, оно оплачивает вам всю эту сумму и приезжает adjuster, описал все, что пропало, и вам выдается вся эта сумма полностью. Задается вопрос, почему настолько важен вот этот flood insurance. Я вам сейчас объясню. Для тех, которые новенькие в Флориде, не знают, которые вы приехали, и может быть те, которые уже живут, но тоже вы не в курсе дела. Флорида очень популярна на mold, M-O-L-D, плесень по-русски. Плесень сомнения, помните, песни пели. Вот плесень, понимаете, плесень. Что такое плесень? Плесень, когда дом находится в сыром месте, когда долго была вода вокруг дома, и вода имела доступ к дому, к фундаменту, к основанию. Плесень – это mold, оно идет, начиная с подвала и до крыши. У нас даже в Флориде было, когда мы там жили за столько много лет, разный experience. Стоит, допустим, ресторан, fast food ресторан, ну там McDonald's еще какой-то, он стоит, стоит, стоит. Приезжает инспекция, делает проверку этому ресторану и находят mold. Только находят mold, сразу хозяин ресторана оформляет свой insurance, ему government выплачивает деньги, он забирает деньги и уходит. Приезжает специальная служба строительная с экскаваторами, вы, наверное, видели и знаете, о чем я говорю, и полностью разрушают этот ресторан. В Венис, Флорида, где мы жили, там стоял K-Mart, помните? Там были McDonald's, были Burger King, были разные такие fast food рестораны. Когда это было, я ничего этого не знал. То есть, практик, мы получили вот это знание или образование это в процессе, разговаривая с людьми. Зачем вы не арендуете, зачем вы не сдаете в аренду? Они говорят, мы ждем, пока там появится mold. Вы скажете, вау, интересная информация, откуда ты знаешь. Вы задавали себе вопрос, когда в 2008 году был сильный ресешн и хаос маркетинг пошел вниз, все завалилось. Вы помните, как банки, которые имели дома личные всех людей, живущих в Флориде, они просили, чтобы люди не уходили с этих домов. И они понанимали банки, понанимали лойеров, может, это даже адвокаты, те же самые, которые. И эти адвокаты приходили к хозяевам этих домов и говорят, слушай, плати нам 1200 долларов, и мы разрешим тебе, сделаем short sale, разрешим тебе жить в этом доме. На самом деле, потом, через время мы узнали, банки хотели, чтобы кто-то был в этом доме, хотя бы чуть-чуть включал кондиционер, жил для того, чтобы не завелся mold. Почему? Потому что для банка дом – это собственность, он выплаченный. Для человека, который платит mortgage, ну, упала экономика, потерялась работа, пришел hurricane, он кинул этот дом, развернулся и уехал. Да, потерял деньги, поплакал немножко, но уехал. А банк, он имеет этот дом. Значит, для того, чтобы сохранить дом от mold'а, нужно оставить лишь бы кого-нибудь, даже собаку, пускай она там живет, кошка, лишь бы она держала кондиционер. Хоть немножко. Почему? Кондиционер вытаскивает влагу из дома, и он балансирует от mold'а. Mold' во Флориде разрушил очень многие здания, очень многие. Подходишь к зданию, как будто оно брошенное, никто его не рендует. Почему? Потому что хозяин ждет, пока инспекция придет и напишет бумагу. В этом доме mold. А раз mold, значит, хозяин знал, и у него есть этот flood insurance. Он оформляет эти бумаги, он отсылает в government те места через свою же insurance компанию. Она ему выплачивает всю сумму, которую он написал. Если этот ресторан, допустим, стоит там 800 тысяч или миллион двести. Вот. Может, он и не стоит. Этот ресторан уже стоит, ну, 150 тысяч или двести. Он весь пропавший. Но из-за того, что он все эти года платил, платил эту сумму, estimate сумму на миллион двести, то ему приходит из government check на вот эту сумму. Из-за чего? Не потому, что у него бизнес пошел плохой, а потому, что у него в доме нашли mold. И этот здание, этот ресторан, этот магазин, Кеймарт или Альбертсон там стоит, и там еще другие стоят на подходе. Они все стоят и ждут. Он приезжает, разваливает все, и все. Человек ушел с деньгами и так далее. Я хотел, чтобы вы, дорогие, знали эту информацию. Когда вы берете инчуринсы на дома, что обязательно, обязательно берите инчуринс. Даже если вы приехали, откуда бы не приехали, Вашингтон, Орегон, с Луны, с Марса, приехали и с вами кусок золота, и вы берете дом, обязательно берите инчуринс. Берите инчуринс на hurricane, инчуринс на здание. И вот этот инчуринс, он называется flat coverage, government subsidized или government regulated coverage. Своему агенту скажите, я хочу еще вот этот coverage, и он должен вам это дать. Еще я хочу сказать, помните, в прошлой программе я вам говорил за сингхоллы. Может, мы потом с Леной, когда я приеду домой, более подробнее расскажем этом. И сингхоллы, и эти Everglades, все вот эти озера, большинство приезжает, ой, так хочется возле озера жить, какая красота, прелесть. Вот, вот панд, я буду жить здесь. Вы знаете, что эти панды и все вот эти маленькие озера, особенно которые в сабдивиженах делают, билдер купил, вырыл яму, он знает, где это вырывать, убрал землю, и там стоит вода. Это проваленные сингхоллы. Вот провалилось. И вот это место поверхность, и там, где идут реки, помните, в прошлой программе я говорил, под низом идут реки, здесь уже нету промежутка. В некоторых озерах даже дна нет. Вот там в Норпорте есть, вы знаете, о чем я говорю. В середине этого озера, в Норпорте, куда едут все лечиться как бы, вот, там даже глубину не могут найти, настолько там глубоко. Поэтому, друзья мои, будьте осторожны с этими флоридскими озерами. Помимо того, что они собирают все эти озера себе своих крокодилов и аллигаторов, они очень любят каждый аллигатор своего озера и всякая живность. Я помню, видел видео, как женщина в нашем районе, Japanese Garden, там Mobile Home Park, приезжала она, уезжала, приезжала собачкой, прогуливалась возле этого озера своего, где, от нас, наверное, 2 или 3 майла, где мы жили. И на видеокамере засняли с CCTV камера, что выскочил аллигатор, схватил женщину за ногу и утянул ее и съел там в воде. А собачка маленькая бегала, гавкала, и это все заснято. И представляете, какой ужас. Человек приезжает на Флориду отдыхать, ретайрт, и он не знает, что его могут съесть там. Съесть! Съесть! Поэтому будьте осторожны, потому что эти все озера, это не просто так. Это сингхоллы, которые провалены. И то, что сейчас вода поступает, имеется в виду вот эти реки под низом, они переполнены, и давление происходит так же само, как происходит давление, когда сильный дождь, и у вас есть этот самый септик-тэнк, и этот дождь давит на септик-тэнк, и у вас в унитазе поднимается вода. Вы думаете, откуда? Почему я ж только в прошлом году чистил септик-тэнк? Почему? Потому что происходит вот это вот давление с улицы, давит на септик-тэнк, и поднимается вода в туалетах. Бойтесь этих всех озер. Если вы уже так полюбили Флориду, живите на здоровье, но живите в сухом месте, дальше от мест, которые имеют эти потенциалы очень сильных хорракейнов и движений. Пусть вас Бог благословит и хранит. Мы вас любим, и когда я попаду домой, друзья мои, мы вам расскажем очень подробно, что выделяют Everglades. Это очень опасные газы, и люди дышат и даже не знают об этом, но они очень влияют на здоровье. Пусть вас Бог благословит, хранит, имейте голубое небо, свежий воздух, и пусть Бог поможет всем вам, флоридцам, освободиться от этой лишней воды. God bless!